Приветствую всех на моем YouTube-канале. Меня зовут Лиза Макарова, и здесь мы говорим про косметику, про макияж и про все самое женско-прекрасное, что есть на этом свете. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про обожаемые, ожидаемые, сверхъестественно прекрасные румяна от Патрика Та. И вообще, если вы не были знакомы с косметикой Патрика Та, потому что она не представлена на российском рынке, нужно ее покупать только через Байеров. Если вы с ним не были знакомы, хочу вас немножечко с ним познакомить. Он красит таких звезд, как Кайли Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Джи Джи Хадид, Рози Ханктон. Тут очень много имен. В принципе, он такая большая, крутая шишка в Голливуде, в США, в своей индустрии. Он, кстати, из Сан-Диего, штат Калифорния, и он работал в Мак. Не знаю, как давно, но такая вот информация о нем тоже есть. Что он очень любит? Он очень любит кремовые текстуры и считает, что кремовые текстуры наиболее естественно выглядят на лице и больше подчеркивают нашу красоту. И, конечно же, во всех его работах присутствуют кремовые текстуры. Это вообще такая фишка, на самом деле, этого визажиста. Он делает продукты, когда вы в одной упаковке, получаете сразу два продукта. Это суперудобно и комфортно, потому что вам не нужно покупать, допустим, кремовые румяна одного оттенка у одного бренда и сухой продукт у другого бренда. Плюс они так или иначе будут отличаться по подтону, да, по тону цвета и так далее. Поэтому он как бы решил эту проблему и сделал вот такие вот румяна два в одном. Сегодня у нас с вами будет распаковка, тест. На самом деле они прямо сейчас на мне. Я хотела, чтобы вы сразу вначале увидели, как это смотрится, потому что это просто великолепно. Что насчет цветов, которые у него вышли, давайте обсудим. Тоже здесь прикреплю. Первый оттенок, который вышел у Патрика Татт, точнее, не так. У него очень большая линейка уже румян и бронзеров, и у него есть продукты для губ, и продукты для бровей, и тональные основы в таком же формате два в одном. В целом и общем большая, в принципе, продуктовая линейка косметики. И он очень часто разрабатывает какие-то новые цвета, какие-то новые оттенки. Он очень прикольно об этом рассказывает в своем инстаграм, потому что он там показывает еще на этапе, когда цвет разрабатывается, как это там все смешивается, как это там в проверочках все выглядит. Это суперинтересно вообще за этим наблюдать. Поэтому я подписана на его инстаграм, на инстаграм косметики. Ну и плюс ко всему он сам такой джуси, такой сочный, такой красивый мужчина, ухоженный, просто потрясающе, потрясающе, просто остается одно восхищение. И у него большая линейка оттенков румян, вы можете ознакомиться с ней у него на сайте или у него в инстаграме. Но в этом году, последний, по-моему, месяц назад, если я не ошибаюсь, это было, он представил три новых оттенка. Давайте пройдемся по ним. Первый оттенок это Just Enough, такая, какая-то шутешечка небольшая, потому что этот оттенок очень и очень барби розовый. Just Enough типа такой достаточно, да, потому что он такой очень яркий, особенно подходит блондинкам. Я видела видео, где девочка в такой old money розовом пиджаке наносила эти румяна на блондинка, и просто насколько это было красиво, это невероятно. Мне такой цвет, конечно, не подходит, мне такое не нравится, но как это смотрится на других, я восхищаюсь. Это очень крутой оттенок. Кстати, мне кажется, что наши девочки все такой оттенок и ищут в Dior Rosy Glow, вот этот вот холодный розовый оттенок. Это что-то очень подобное. Если вы любите Dior Rosy Glow, вам понравится оттенок Just Enough. Следующий оттенок румян — это Not Too Much, это просто моя вторая любовь. Мы с вами как раз идем третье, второе, первое место, по моему ощущению. Not Too Much — это вот прям оттенок, который суперклассно назван, потому что он такой и является совсем немного, чуть-чуть, не так много. Да, румян — это суперлюксовый, нюдовый оттенок на каждый день. Это такой сложный оттенок, который, судя по всему, подходит всем девушкам. Он очень красивый, он супернюдовый, суперестественный, натуральный и такой, знаете, на каждый день. Если Just Enough, у нас прям такие холодненькие румяшки. Not Too Much у нас такие какие-то среднепереходные и теплые, и под холодный потон тоже подойдет в принципе. Но Not Too Much — это вообще какая-то любовь просто. Это нереально красивый оттенок. Я убеждена, что он подойдет просто всем, и себе я его тоже очень хочу прикупить. И мы идем с вами к первому месту, и, конечно же, это оттенок под названием She's The Moment. Про этот оттенок все говорят, что он просто самый уникальный, что он просто самый какой-то невероятный, который только был у людей, потому что он ни на что не похож, и это действительно так. Это просто уникальный цвет, и, конечно же, гадалки, не ходи, какой я выбрала. Именно этот коралловый оттенок She's The Moment себе прикупила. И She's The Moment — такое название еще потрясающее, да, она в моменте. Это что-то про такое летнее, это что-то про такое свежее, солнечное. И я вот представляю, что вы пьете апельсиновый сок, я не знаю, с трубочкой холодненький, на вас греет, светит солнце, и вы в этих румянах, и в платье. То есть это вот такое вот какое-то настроение. И давайте начнем, во-первых, с упаковки. Приходит все вот в такой красивой картонной упаковке. Она вполне-таки себе такая прочная и очень-очень красивая. Название этих румян написано у нас вот здесь вот наверху. Как говорится на самой упаковке, но о том, что и днем, и ночью вы можете создать прекрасный лук с этой парочкой, что вы можете использовать это как и в соединении друг с другом, так и по отдельности, что здесь очень подсвечивающий такой эффект, кремовая текстура наверху и battery soft powder on the other. То есть это такая какая-то немножечко маслянистая пудровая текстура внизу. Нанеси это одним слоем или нанеси несколькими слоями, сделав максимальный цвет и максимальную красоту. Короче, можно наносить и одним слоем, и многими слоями. Действительно такая многофункциональная история. Давайте открывать и смотреть, как это все выглядит внутри. И мы достаем саму упаковочку. Вот такая вот она красавица. Немножечко заострить внимание на упаковке, потому что на нее многие очень жалуются. И у нее действительно есть такой один пагубный момент, что она очень легко оставляет отпечатки пальцев на себе. И упаковка будет таким образом выглядеть как бы грязной. Вот вы можете сейчас заметить, что она глянцевая, и поэтому на ней остается буквально каждое прикосновение. Это можно оттирать, но если вы будете запускать упаковку, то будьте осторожны, а скорее всего потом уже отмыть не получится. Что хочу первое отметить и сказать, что когда я взяла в руки, я не понимала, что такое, почему они такие маленькие. А потом я поняла, то есть у меня есть вот такой вот бронзер от Патрика Та. Упаковка этого бронзера практически вот в полтора раза больше можете заметить. И я сначала этому была сильно удивлена, а потом ну просто поняла, что возможно какая-то такая политика. Возможно они считают, что бронзера нужно немножечко больше. В данном виде продукта у нас 6,8 граммов крема, это я говорю про бронзер, и 9 граммов сухого продукта. А здесь у нас 6 граммов крема и 4 грамма сухого продукта. То есть у нас идет меньше сухого именно продукта, возможно потому что как бы он считает, что не так важно, не так нужно очень много румян. Вот, про упаковку поговорили, я вас предупредила о том, что она маркая, видите она отражает, о боже мой, смотрите как она красиво отражает сейчас цветы. Давайте будем смотреть, как эта красота выглядит внутри. Конечно в румянах тоже идет шикарное зеркало, которого будет достаточно, оно чуть меньше, чем в бронзере, но тем не менее это невероятная красота. И вот собственно здесь у нас идет кремовый продукт, за что я особенно благодарна, так вот за эту крышечку, это так круто, это так удобно. Коцнула буквально перед видео случайно, и такой сухой продукт с гравировкой, которая просто невероятно красивая. Вот своим бронзером, кстати, я пользуюсь уже довольно-таки давно, показываю, ну вы можете также найти на моем канале, кстати, видео про этот бронзер, супер тоже интересно. И видите, гравировка еще на бронзере осталась, так что я думаю, что это будет жить какое-то время точно. И собственно, как использовать эти румяна? Обратимся к Патрику, что он об этом говорит. Он советует наносить сначала сухой продукт, а потом закреплять его кремовым. Это не особо понятно для, мне кажется, русскоязычной аудитории, потому что мы думаем, это знаете как в меме, а я думала все будет наоборот. Да, но на самом деле, почему-то именно он так советует делать. И мы сегодня с вами попробуем одну сторону сделать сухой продукт, и на него поверх кремовый, как советует Патрик. Я, в принципе, всегда так делаю, и в моем бронзовом обзоре тоже можете посмотреть. А в вторую сторону мы сделаем кремовый продукт сначала, а потом сухой. И еще я хочу сделать отдельно сводч, просто как он выглядит сухим. Давайте начнем с того, как он выглядит сухим. Я для этого возьму кисточку от Real Techniques в номере 400. И буквально аккуратно наберу эти румяна. Они пылятся, нужно быть осторожными, но тоже смотря какой кисточкой вы лезете. И они довольно сильно пигментированные, поэтому нужно их аккуратно-аккуратно набирать, чтобы не переборщить. И поехали наносить эти румяна на щечки. Боже мой, я не могу. Я вот наношу их второй раз. Первый перед видео, и второй вот сейчас на видео. И я просто, когда я их наношу, мне хочется плакать за счастье, потому что это такой крутой оттенок. И он настолько придает свежести, он настолько интересный, он настолько красивый. Я просто не могу, я просто не могу. Я просто очень, на самом деле, счастлива. Спойлер, я советую покупать эти румяна. Хоть вообще, кстати, сразу все оттенки берите. Вот просто это потрясающе. Это просто какая-то красота. Только посмотрите, как выглядит этот цвет. Это что-то такое коралловое. Он не уходит, как будто бы... Я не могу его понять. Он не уходит в персик. Он уходит в больше вот именно в коралловый оттенок. И посмотрите, как он смотрится. Сухая текстура. Просто Unreal. Просто лучший. Просто в соло. Просто в соло. Я очень люблю. Вы также можете его наслаивать еще больше, еще больше. Но вот при большем наслоении он, кстати, мне начинает давать какой-то такой красноватый оттенок. Знаете, немножечко. И поэтому я останавливаюсь обычно на одном слое или вот на двух, или можно вот так растушевать. Супер красивый оттенок. Он мне очень нравится. Сейчас мы нанесем еще вторую сторону, и вы поймете, почему я такая счастливая. И давайте марать кремовый продукт, раз уж я уже его коцнула. И возьму кисточку Rare Beauty для этого. Ой, это всегда такое удовольствие делать эти первые мазки. И поехали, наносим кремовый продукт. Конечно, кремовый продукт, он такой уже немного пигментированный. И в принципе, кстати, во всех палетках кремовый продукт от сухого немножко отличается. Я вам показывала в начале видео картинки. Вот здесь еще более-менее похожие, а во многих палетках прям отличаются, чтобы один друг друга дополнял, чтобы была вот такая вот какая-то, знаете, история. И вот так выглядит кремовый продукт на щеке, и вот так выглядит сухой продукт. В принципе, между ними, как вы видите, есть разница, потому что кремовый такой немножечко видится мне холоднее, а коралловый сухой видится мне теплее. Сухая сторона и кремовая сторона. Они немножко отличаются, но очень и очень как-то красиво друг с другом смотрятся. Теперь давайте нанесем сухой продукт на кремовый поверх. Ну, это нам привычная история, это нам не страшно, не сложно наносить сухой на кремовый. Эти румяна прекрасны, когда они работают в соло. В принципе, к ним вообще не нужно ничто на лице, потому что вы можете их вот так размашисто, объемно наносить. И теперь мы нанесем на сухой продукт, как советует сам Патрик, поверх кремовый. Почему он так советует? Потому что кремовая текстура, она подсвечивает, она сияет, и мы все наносим кремовую, а потом сухую для какой-то большей стойкости. А он такой, а давайте наоборот, и у вас будет и сиять, и все, и держаться. Попробуйте нанести сначала сухой продукт, а потом кремовый. Это, конечно, супер ломало мне мозг, особенно в качестве, в отношении бронзера, но сейчас я понимаю, что это очень крутая история. Вот так это роскошство выглядит, посмотрите, как это красиво. Это сухой поверх кремовый, это кремовый поверх сухой, и та, и другая сторона мне очень нравится. Конечно, вот эта сторона, где кремовый такая более подсвечивающая, действительно джуси. Я такой эффект очень люблю, я вообще очень люблю макияж только кремовыми продуктами. Если бы они держались, я бы вообще не пользовалась сухими. Если вам кажется мое нанесение сильно пигментированным, и вы боитесь, как-то вы испугались этого цвета по моему видео, то, пожалуйста, зайдите в шортс, у меня там есть видео о том, как выглядят эти румяна в один слой сухие. Просто, это у меня аж прям мурашки, насколько это красиво. Поверьте, вы можете наслаивать этот продукт так, как вам захотится, вы можете сделать один слой. Это будет супер натурал, вообще еле заметно. Вы можете нанести друг на друга эти продукты, и будет довольно-таки ярко. Но в целом я могу сказать, что это лучшие румяна, которые у меня были, и это лучший оттенок. Я прям в восторге от вот этого нанесения сухой поверх кремовой, и не очень от второго. Ну, это, конечно, опять-таки все на любителя. Очень красивая упаковка, очень приятные текстуры, очень долго держатся. А это уже мой второй продукт от Патрика Та. Я сильно влюблена вообще в этот бренд, в их упаковке. Мне кажется, что он супер идеально попал во все аудитории женщин для тех, кто любит холодно-розовые оттенки, для тех, кто любит просто такой нюдик, для тех, кто любит коралловые. Это, в принципе, такие три самых основных, мне кажется, румяных лагеря, и это просто гениально. Я думаю, что Патрик Та, в принципе, такой инновационный персонаж, который делает действительно гениальные продукты. И вот эти ребята, там типа Makeup by Mario, Патрик Та, ребята, я их так назвала, друзьяшки, парни. Ну, правда, они просто что-то сверхъестественное осуществляют, мне это очень нравится. Хочу еще нанести эти румяна на глаза, потому что этим продуктом вы должны понимать, что вы можете сделать просто фулл-фейс макияж. Можете этот продукт навести и на губы, и на глаза, и, собственно, как румяна, и это будет выглядеть суперорганично. Еще можете добавить туши и вообще сиять. И я сейчас попробую добавить на губы, у меня, правда, есть тинт, но... Ну, конечно, на губах он подчеркнет текстуру, потому что это все-таки, конечно, румяна. Но! Но! Нам что, это мешает? Боже, я не могу, я сейчас смотрю в свое отражение, и я просто наслаждаюсь. Я наслаждаюсь тем, как это красиво, насколько это то, что я люблю, о чем я всю жизнь мечтала, о чем просто рыдала моя косметичка. И просто моя косметичка, которая очередной и очередной раз получала внутрь себя какой-то коралловый оттенок. Однако нет, да, но не то! Это все очень круто, но это немножечко не то, знаете? Вот это то, это то, что мне было нужно. И через the moment, я просто... Сейчас, подождите. Мне кажется, я уже второй раз заплакала на своем видео на ютубе, потому что я действительно, я правда могу заплакать от косметики. Потому что это... Это неимоверное счастье. Я думаю, любая девушка, женщина меня поймет. Ну, правда, всю жизнь искала. Ну, правда, это... Это... Я думаю, что никто не поспорит с тем, что мне этот оттенок очень и очень и очень подходит. Конечно, я вас не оставлю без свочей. Сначала сделаем свочи румян Патри Кота и кремовой и сухой текстуры. А потом я сравню, как мне кажется, с наиболее близкими его конкурентами. Это два оттенка румян от Benefit. Один Питчин, а другой Сани. Это два тоже вот Сани. Особенно мы с ним будем сравнивать. Он очень похож. И, конечно, сравним с Dior's The Glow в оттенке Coral. Поехали делать свочи. Я очень люблю своих зрителей, свой канал, поэтому свочи я всегда делаю очень и очень и очень щедрые. Вот так выглядят два этих оттенка. Поехали. Кремовая текстура. She's the Moment. Сухая текстура. She's the Moment сухая. Тоже очень такая какая-то, знаете. Вот действительно там было же написано что-то про то, что это Powder Soft. Текстура действительно она такая. Вот она прям не сыпучая, сухая. Вот такая, знаете. А именно вот, что я сказала, минут пять, десять, пятнадцатого. Короче, очень действительно приятная сухая текстура. Вот. Следующий претендент у нас с румяна. Розе Гло. О, вы знаете, вот здесь вот это вот отражение, типа как подобие зеркала в румянах, хуже даже, чем отражение на упаковке вот здесь. Да. То есть здесь я даже вижу всё, что у меня... А, нет. Смотрите, как красиво ноутбук смотрится. Ничего никуда не запало. Что-то я сначала наехала. Но немножко подчёркивает текстуру, безусловно. Но в целом, в общем, очень хорошо. Поехали делать свочи румян Розе Глоу. Так как они затираются, мне кажется, у меня не затиралось ещё ничто. Вот так выглядит свочи. Они больше идут такие оранжевые. Они больше идут жёлтые. Видите? Вот так вот я их там немножечко наломила. Вот. Розе Глоу больше такой... Более персиковый, наверное, оттенок. Более такой жёлтенький. То есть посмотрите, это супер. Очень разные оттенки. Имейте это в виду. Это вообще не похоже. Ну, то есть я их вообще бы не сравнивала. У меня есть одни, и мне не нужны другие. Нет. Нужны они все разные. Берём оттенок Pitchin. Это самый нежный вообще. Вот такой вот... Как вам показать? Вот такой самый нежный, мягкий, персиковый оттенок. То есть он вот практически невидимый. Он больше подсвечивает вообще, чем даёт цвета. Но это прям для суперняшек, кто вообще боится цвета. Вот так хорошо видно сравнением с Розе Глоу. То есть это прям такой приглушённо-приглушённо... Вот как его назвать? Не знаю. Розово-коралловый. То есть вот это я бы назвала персиковый. Вот это кораллово-розовый я бы назвала. Это кораллово-красный. То есть вот у меня какая-то такая, знаете... Я этот... Не особо по цветовой палитре, так скажем, это всё называю. Но как есть, чтобы передать вам именно вот эти вот свои ощущения. И мне кажется, такой самый плюс-минус похожий будет оттенок. Это Benefit Sunny. Я очень люблю, кстати, эти румяна. Смотрите, как сильно набираю сводч. Прям очень хорошо. Так, сейчас давайте вот сюда их нанесём. И даже они, вот смотрите, не одинаковые. Короче, мне кажется, у меня собралась очень крутая индивидуальная такая палитра пиковых оттенков. Бенефит Sunny может быть как-то перекликается с сухой текстурой от Патрика Та, но тоже нет. То есть Sunny уходит больше действительно в такой персик. Я хочу ещё сделать свой оч на лице. Так, Sunny. То есть видите, он прям такой персиковый... Персиковый, мандариновый, так скажем. Так как всё-таки мы сравниваем с сухими румянами. Давайте. И вот Патрик Та сухая. Во-первых, посмотрите, как он скользит. И насколько плотная вообще текстура у Патрика Та. Sunny и Патрик Та. То есть Патрик Та это больше коралловый Sunny, это больше персиковый. Я очень довольна сейчас своей коллекцией. У меня есть и персиковый, и вот такие вот полунюдовые, и солнечный супер персиковый оттенок, и такой жёлтенький персиковый оттенок. И вот эти вот два коралла. Просто любовь. Просто любовь. И все эти румяна на самом деле являются моими фаворитами. Сейчас я с ним... Сейчас я это смою и договорю. Эти румяна сейчас на данный момент являются моими фаворитами, но как вы понимаете, видимо, судя по всему, в этой жизни... Мне нужно было найти коралловые и успокоиться. По стойкости, по насыщенности цвета, по текстурам это лучшие румяна, которые у меня были. То есть даже... Но Диор вообще рядом по текстуре, если честно, не стоит с сухой текстурой у Патрика. А вот Benefit может быть ещё ближе. Но ещё потому, что Benefit и Патрик, они более пигментированные оттенки, чем Rosy Glow. А что могу сказать, имея вот эту палетку, о том, что я искренне желаю, чтобы она была у каждой женщины. Потому что это что-то невероятное, запредельно прекрасное, космическое, в удобной упаковке, в красивой упаковке. Если бы здесь ещё... Нет! Боже мой! Стоять! Ничего больше не делайте! Не царапайтесь и не падайте, пожалуйста! Боже! Если бы здесь ещё, знаете, внизу открывался какой-то отсек, и там бы был бы спонж, как для, например, пудры, то цены бы этому не было. Внизу в комментариях вы сможете посмотреть и узнать стоимость в рублях, за сколько я купила эти румяна. Дополнила свой образ для того, чтобы макияж был и выглядел более слаженным, более законченным. И давайте пробежимся по тому, что я добавила. Как мне кажется, просто супер-мэч вообще всего. Сейчас на моём лице всего, что я люблю. Первая это Анастасия Беверли Хиллз оттенок Хазлнут, мой самый любимый нежно-коричневый цвет. Идеально подходящая помадка. Кстати, если вы вдруг хотите что-то к этой палетке себе ещё купить, прикупить для губ, то я вам очень посоветую помаду, которая сейчас у меня на губах. Это Анастасия Беверли Хиллз в оттенке Пич Батт. Она у меня, как видите, заканчивается, ну, то есть, как бы она истрачивается. Это большая редкость для помады, для меня. И это вот такой, как мне кажется, потрясающий оттенок, просто потрясающее слияние. Видите, какая красивая, кстати, эстетика Патрика Та и Анастасии. У них даже как будто бы материал очень похож. И вот оттенок будет очень и очень мэчится, если вам нравится сейчас мой макияж. Ну и также я добавила тушь на ресницы от Rare Beauty и подводку для глаз от Vivienne Sabo. С фетровым наконечником. И, как мне кажется, этот образ заиграл просто другими красками. Он стал более таким fashion, natural look. Назовем это так. Так, еще бы я добавила, наверное, сюда хайлайтер она, чтобы было совсем pretty. Вот так вот. Двумя мазочками можно дополнить красоту макияжа. Ну все, и супер-пич-глэм. Как его назвать? Что за слова английские я придумываю? Я бы сюда еще сделала какие-нибудь прикольные локоны, либо хвост с локонами. Какой-то такой должен быть образ. Ой, боже мой, красота. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой оттенок особенно сильно вам понравился из этих трех новых. Вот такой у меня получился обзор на Румяна Патрика Та. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Ставьте лайк этому видео, потому что я очень люблю свой канал. Я очень с огромным трепетом, душой и любовью вкладываюсь в него и ресурсами, разными деньгами и временем, и силами. В общем, я очень стараюсь и надеюсь, что это найдет отклик у моих зрителей. И все, я безумно счастливая в моменте с таким прикольным макияжем. Пойду сейчас жить. А-а-а! Эту жизнь! А-а-а! А-а-а! Мне больше нечего сказать всем пока! А-а-а-а!